Юрий Сергеевич, ну я вот тоже внимательно так читал, конечно, не с юридических, а со своих журналистских позиций. Я так понял, что сейчас примирение сторон по некоторым моментам совершенных преступлений не может быть. Даже мы с вами согласны, а судья говорит, нет, дорогие мои, нет такой нормы. Действительно так, да? Не мы с вами решаем, кто кого простил, а теперь уже суд. Ну, говоря об этом явлении, в одном случае, смотрите, звучит как, подлежит освобождению, то есть это уже не воля изъявления суда, следователя, то есть они обязаны в этой ситуации, если вот эти обстоятельства имеют место, они обязаны прекратить уголовное преследование, либо прекратить уголовное дело. Ну, это вот есть там у нас сейчас выделено преступление, совершенное в медицине, там можно, наверное, это все дело сделать, да? Около 200 статей, где предусмотрено, то есть квалифицируется как уголовный проступок. А по уголовным проступкам, конечно, тоже может иметь место и примирение, может иметь место и примирение. А по транспортные преступления, у нас ДТП, как правило, это травма, а то и смерть. Вот говоря, в этой категории преступления, так называемые транспортные, то ныне действующий уголовный кодекс, в общем-то, несколько претерпел изменения. Во-первых, прежняя статья, вот в прежнем уголовном кодексе, содержала всего три части. В нынешней, 345-й статье, четыре части. То есть теперь уголовная ответственность наступает или может наступить за причинение вреда здоровья, который относится к категории средней тяжести. В этом, в прежнем УК, не было ответственности за причинение вреда здоровья, которое относилось к средней тяжести. Только начинала уголовная ответственность наступать, когда вред здоровью квалифицировался как тяжкий вред здоровью. То есть человек остался инвалидом? Ну да, инвалидом. То есть есть в медицине, судебной медицине, дробление вот этих телесных повреждений или причинение вреда здоровью, легкий вред, средний вред, тяжкий вред. Так вот, ранее уголовная ответственность наступала в том случае, если в процессе ДТП был причинен тяжкий вред здоровью. Теперь начинается из-за средний вред здоровью. Раньше, если в результате ДТП наступила смерть одного человека, либо двух, это позволяло примириться. И дело, как говорится, до суда не доводить. Даже в суде можно было прекращать за примирением здоровья. Ну да, это вот прошлогодние эти события с золотым этим мальчиком, который дважды в год убил людей в нетрезвом виде, сел без прав на машину, ездил, давил там, давил здесь и потом мирился с потерпевшей стороной. На бытовом уровне, может быть, вы и правильно выражаетесь, что убил, но с точки зрения юриспруденцию он не убивал. Он не убивал. Он, в принципе, конечно же, не хотел никого убивать. Он просто пьяный, гнал, шары залил, не видел, куда он едет и наехал на толпу людей, которые стояли на тротуаре. Вот еще такой вопрос практический. Многие люди до сих пор по старинке запугивают соседа или кого-то либо из коллег на работе. Я на тебя напишу заявление в полицию, а потом думают, напишу, его припугнут, я это заявление заберу и мы так это дело все развалим. Пишут заявление и вдруг оказывается, что вызывают в полицию того, на кого он написал, вызывают его, заводят сразу же дело уголовное по заявлению. Почему так? Вопрос прекрасен. То есть прежний Уголовно-процессиональный кодекс Республики Казахстан имел или содержал в себе такую стадию, которая на практике называлась стадия доследственной проверки. В теории уголовного права она называлась стадия возбуждения уголовного дела. То есть нынешний Уголовно-процессиональный кодекс такой стадии теперь не содержит. То есть нет теперь доследственной проверки, нет стадии возбуждения уголовного дела. Что это позволяло тогда? То есть вот если взять этот пример, который вы приводите, то есть да, заявление поступило, по нему проводились проверочные действия. Есть ли там поводы и основания к возбуждению уголовного дела? То теперь в настоящее время вообще нет понятия возбуждения уголовного дела органами уголовного преследования. То есть уголовное дело в нынешнем Уголовно-процессиональном кодексе возбуждается путем подачи заявления заявителям потерпевшим. И уйти уже от ответственности не представляется возможным. Нет, почему же? Конечно предоставляется. Мы же только с вами чуть выше говорили о том, что допускается возможность примирения. Но при этом будут собраны вся доказательная база, да? Ну доказательная база и тогда собиралась. Или мнение сторон, как бы сказать, как в суде говорит. Теперь смотрите, что. То есть теперь сам факт поступления заявления дает возможность сразу приступать к производству предварительного расследования, которое нынешним Уголовно-процессиональным кодексом именуется досудебное расследование. Стадия досудебного расследования. Раньше называлась просто, смотрите, была стадия возбуждения уголовного дела, а затем, после того, когда принималось решение о возбуждении уголовного дела, начиналась стадия предварительного расследования. А теперь нет стадии возбуждения уголовного дела, но есть просто стадия досудебного расследования. И вот это начинается досудебное расследование с момента подачи. То есть заявление подано, оно сразу же регистрируется, такая аббревиатура ЕРДР, единый реестр досудебного расследования, присваивается номер и выдается исполнителю. Понимаешь, чтобы исключить коррупцию в этих рядах, которые занимаются расследованием? Не только этот момент. То есть все-таки предыдущий период времени свидетельствовал о том, что были нередкими случаи, когда сотрудники правоохранительных органов по поступившему заявлению принимали решение об отказе, возбуждении уголовного долга не совсем обоснованно. То есть не по закону? Да, можно говорить даже так, пусть не по закону.